Всем огромный привет! Это мое первое мыло с нуля. Я варила его вчера. Процесс на камеру я не засняла, хотя очень многие меня просили. Девчонки, я занимаюсь мылом из основы уже более 5 лет и у меня всегда на камеру выходит мыло хуже, чем если бы я его делала без камеры. На камеру я отвлекаюсь, потому что я думаю, что сказать, как сказать. Мыло я всегда делаю, то есть свои ролики я всегда делаю для вас без подготовки. Появилось желание, поставила камеру, сделала мыльце. А тут у меня вчера, в общем, я нервничала, я переживала, я доводила эти масла до одинаковой температуры и до такой степени щепетильно к этому относилась, что я сравняла их ровно на 40 градусов. Щелочи масла. Использовала я масла кокосовое, оливковое, пальмовое, касторовое и 30% ши. Хорошо, что я отложила совсем немножко основы, ну, вот этого вот мыльца самого в пластиковый одноразовый стаканчик и попробовала французскую отдушку. Мыло сразу стало колом. И я побежала искать и нашла у себя единственную, которая у меня была, отдушку США, дольки арбуза. Это все, что я могла положить. Эфирки дома не было, поэтому вот так вот. Конечно же, планировала сделать его таким оливковым, с отдушкой олива. Это была французская, как я уже сказала, она колом стала, поэтому ничего не получилось. К саму мыльца я делала двухслойным. Внизу у меня салатовый, вверх выбеляла диоксидом немножко. Между ними, между слоями делала прослойку черным пигментом. И зря я это делала, начала посыпать через ситечко, засыпала все бокам. Когда добавляла уже белое мыльце в верхнюю часть, я уже просто знаю, что там у меня все эти бока будут тоже черными, потому что начала их вытирать. Белая основа густеет, у меня тут паника, истерика. Ну, в общем, давайте смотреть на мое первое произведение искусства. Надеюсь, что то, что оно там черное, это я знаю. Может быть, это обрежется, может быть, нет. Мне интересен сам факт того, что какое оно будет. Разрежется ли оно вообще, или будет как щербет крошиться. Вот надеюсь, что оно разрежется. Оно уже твердое, оно уже у меня остыло. Саша пришел тоже смотреть, потому что тут вчера дома были химические реакции, он даже не понял, в чем дело. Мама бегала в противогазе по квартире. Так, а как его достать? Я, например, боюсь его достать. Мама, почему оно такое, не квадратное? Ну, такая форма, оно не будет квадратное. А вверх, это я сама такое делала. Так, оно там такое. Да, оно там такое. Прикольно. Как-то хочется его достать аккуратненько. Может, сейчас напополам. Ну, ты просто, подниму, все. Саша, тебе легко сказать. Легко, я сейчас буду лять в норм. Ой, какой кошмар. Это мое первое мыло. Стоя оно будет сто процентов такое полезное. Ну, конечно, оно будет полезнючее, сто процентов. Есть у меня вот такое вот стусло. Это резак для мыла. И сделал мне его мой папа. Вот такой вот получается у меня кусочек. Вот это вот вверху все, я уже поняла, называется это глицериновые веки. Хотя я разводила диоксид в масле. Вот все-таки что-то я сделала не так. Теперь я это учту, конечно же. Все-таки я грешу на диоксид, который я развела в масле. Потому что плохо я выучила теорию. Хотя я очень-очень долго ее читала. Читала все статьи. Я перечитала все форумы нулевщиков. Там где по 300, по 400 страниц. Девчонки там общаются уже даже ни о чем. О новых платьях. Я все равно читаю взахлеб. Думаю, может быть где-нибудь скажут. Хоть слово промыла еще. В общем, читала я все. Еще я себе вот такой вот штампик приобрела. Тут, конечно, я понимаю, что мыло испорченное, но проштамповать мне его хочется. И, как это делали на видео другие, берем кусочек мылиц, берем сам штампик. Покрываем рельефную верхушку штампика вот так вот перламутром. Я выбрала золото. Вот так вот ровненько и аккуратненько. И надавливаем. И вынимаем. Ой, не вынимается. Так, я что-то сделала не то. Целое дерево оторвалось. Ничего себе. Ну. В принципе, вот так вот оно выглядит. Мыло будет вызревать месяц. И когда пройдет месяц, мыло у меня вылежется. Я, конечно же, сниму видео о том, как оно у меня все-таки пенится, как оно мылится. Даже самой очень интересно. Ну, вот такое первое мыльце с нуля у меня получилось. Спасибо за просмотр. Всем любви и мира. Субтитры сделал DimaTorzok